ту-ду-ду-ду-ду-ду. Хей, друзья, всем привет. Это последнее видео, мы его не будем перезаписывать. Оно будет вот так вот, с ошибками. Это будет одно из пожеланий на этот год. Об этом мы поговорим чуть-чуть попозже, но это, опять же, Игорь Зиненко, художник и иллюстратор, создатель комикса «Числилого конца света», человек, который говорит, Саша, здесь надо исправить по тексту и так далее. Это Саша Зиненко, писатель, сценарист. общать с человеками, публикаторами и прочего, прочего, прочего. И, как Саша говорил, и мы здесь для того, чтобы поздравить всех вас с Новым Годом, поздравить нас с Новым Годом и пожелать того, что мы хотим пожелать и себе, и вам. Покажи. В сторону ошибок. Не бойтесь делать ошибки. Да, в Новом Году, потому что ошибки – это значит новые открытия, новые эксперименты, то, чего вы раньше не делали. А нам хочется пожелать, чтобы каждый из нас не надеялся на то, что Новый Год принесет что-то новое, как обычно желают, в Новом Году что-то изменится. Что-то ждать. Да. Мы желаем вам, чтобы вы не ждали этого, чтобы вы брали все в свои руки. И только каждый из нас, только каждый может изменить что-то в своей жизни, прилагая усилия, прилагая мысли. Потому что все случается не само собой. Шаг за шагом мы к этому подходим. Да. И не корите себя, если что-то сразу не получается. Это обычный процесс, это нормально. Да. И поэтому помните, что если вы чего-то не достигли, значит вы сделали один шаг вперед, вы сделали еще один шаг вперед. И это тоже нужно праздновать, радоваться маленьким победам. И желаем, чтобы в следующем году вы тоже бы радовались маленьким шагам, понимали, что вы уже сейчас достойны большого любви, внимания, уважения. Поэтому начинайте себя и проявляйте эти качества к себе. Это будет начало, которое люди подхватят и будут поддерживать вас в следующем году. Ну и конечно не забывайте об окружающих, близких людях, которые нуждаются в вашем внимании, понимании и разделяют с вами точно такие же эмоции. И хочется пожелать, чтобы вы были искренни и открыты, опять же, начиная с самих себя, потому что если вы думаете, что кто-то вас не поймет, то не говоря им об этом, человек точно этого не поймет. Поэтому если вас что-то терзает, если вам что-то мешает, если вам тяжело, попытайтесь сказать об этом не словами, напишите об этом. Передайте этим людям, и тогда вам будет проще найти общий язык и понять, что люди вокруг вас вас понимают на самом деле, и вы не одни в сложной ситуации. И всегда будут люди, которые вас поддержат. Если сейчас нет этих людей, и вы боитесь, что вас другие не поймут, то скорее поделитесь тем, что вас мучает, что вас терзает, и тогда вы скорее найдете людей, которые вас понимают, и окружите себя ими. Увидите, что возможно они не так уж и далеко. Ну и, конечно же, говоря о наших счастливых концах света, хочется сказать о том, что за этот год мы успели попробовать разные способы, мы успели показать наш комикс, мы успели пообщаться со всеми вами. И это был новый опыт для нас с Игорем, потому что мы испытали и услышали от вас много приятного, много того, что не совсем было приятно, но это тоже нужно, это тоже важно. И это нужно слышать и принимать какие-то решения. Поэтому спасибо вам, опять же, за откровенность, за приятные разговоры, за хвальбу, за поддержку нашей мастерской. Потому что мы стараемся каждый раз радовать вас чем-то новым, придумывать что-то новое. Но каждый раз мы возвращаемся к тому, что мы любим больше всего, и то, что мы делаем, это рассказывать. И не одну, у нас их много, но чтобы мы двигались вперед, мы и приглашаем вас постоянно, прибегайте к нам в мастерскую, поддержите проект хотя бы на 150 рублей, и мы сможем двигаться вперед. Да, нас там немного, но тем не менее мы рады, что есть люди, которым нравится то, что мы делаем. Это заставляет нас мотивировать себя. Да, и если бы у нас было больше, мы могли бы больше времени уделять проекту. Уделять именно этому проекту, но тем не менее мы можем сказать, что нас ждет в следующем году. Да, но сейчас как бы не об этом, а о поздравлениях, о каких-то свершениях этого года, и о том, что в следующем году мы прямо с января месяца планируем размещать новые главы книги, новые страницы комикса. Да, потому что мы уже планируем закончить второй выпуск в следующем году. И печататься в следующем году много впереди сюрпризов вас ждет, но мы не будем ничего обещать, просто будьте с нами, следите за проектом, и вы сами все увидите. Хочется создавать для вас больше, интересней, и опять же, не всегда есть ресурс, силы, но покуда вы с нами, покуда поддерживаете проект, у нас получается это лучше. Спасибо вам огромное. Да, это получается шаг за шагом делать, и мы думаем, что мы двигаемся в нужном направлении, потому что мы так чувствуем, что это правильно. Еще раз всех с Новым Годом. Спасибо огромное. Да, мы за этот год успели больше, чем, наверное, мы рассчитывали от самих себя, пусть не в творческом плане, но в каком-то личном плане, в личном росте, и мы вам желаем тоже личного роста, решения собственных проблем. Желаем, чтобы все, что вы задвигали на потом, вы, наконец, вытащили из этого чулана и занялись этим, потому что это то, что вам дорого, это то, чего вы хотите больше всего. Поэтому мы желаем вам вот этого того самого, чего вы хотите. Да, если вы откладывали надолго-надолго это все, самое время это вот все вытащить и сделать, если не все, то большую часть из этого. И вспомнить, кто вы на самом деле, что вот эти самые вещи, которые вы откладываете и делают вас вами или тебя тобой. Ой, если вы успели очень сильно устать за этот год, самое время отдохнуть. То самое время отдохнуть, самое время прислушаться к себе, да, самое время уделить время себе и начинать себя, уделяя внимание себе, вы сможете расти вперед, наслаждаться этой жизнью и делать мир вокруг лучше. Поэтому еще раз желаем вам всего, чего вы себе хотите, всего самого наилучшего и, конечно же, только счастливых концов света, только на бумаге и только в электронке, чтобы все было хорошо. Ну и с новым 2023 годом и Рождеством увидимся в следующем году, примерно через сколько там, часов 18. Увидимся, всем всего самого наилучшего, обнимаем вас и до встречи. Пока, это были братья Зиненко и проект счастливого конца света. Увидимся. Увидимся.